Здравствуйте, девушки! Как и обещали, говорю, сегодня встреча очень интересная встреча, я считаю. Почему я запланировала такую встречу? Во-первых, коротко представлюсь, да, что-то я сразу с места в карьер. С вами Надежда Юнблюд из Германии, предприниматель. Помогаю осуществить людям, я считаю, свою самую заветную мечту о своём доме. А также помогаю разобраться в некоторых других вопросах, разобраться с финансами, разобраться с отдыхом и так далее. Почему я запланировала такую встречу? Не так давно я проходила у Тани Диви консультацию, которая сейчас у нас будет в гостях, консультацию по матрице судьбы. Вот у меня тут лежит такая толстая тетрадочка, которую я тут её исписала, не знаю, наверное, страниц 6. Это я ещё, я думаю, что не успевала, конечно, может быть, что-то записывать. Я удивилась, как много совпадает, как я получила много интересных советов, какие мои сильные стороны лучше развивать, какие слабые, может быть, на что обратить внимание в каких-то вопросах, в отношениях или в работе, или в финансовой сфере. Поэтому я подумала, что такой разбор может быть интересен многим девушкам, и не только может быть девушкам. Вот, поэтому мы с Таней договорились и сделали сегодня такую встречу. Сейчас я Таню приглашу, она сама расскажет, что такое матрица судьбы, и откуда она появилась, и для чего она, и как это работает. А то, что это работает, я уже убедилась. Танюша, представься, пожалуйста, расскажи немножко вообще о методе, для чего он, как он работает, и потом пройдёт. Спасибо, Надежда, за приглашение, мне очень приятно. Меня зовут Татьяна Диблия, я 25 лет почти уже живу в Германии. Помогаю людям понять своё предназначение, обрести своё счастье. То есть найти себя в первую очередь. Мы все рано или поздно задаёмся этому вопросу, кто я, в чём моя сила, для чего я здесь, что я могу дать себе, что я могу дать другим. И вот этот метод, он помогает ответить на эти вопросы. Это нумерологический метод, довольно-таки новый, это не классическая нумерология, в классической нумерологии 9 цифр, а в этом методе 22, соответственно, информация более точечная идёт. Более точно. И вот так выглядит матрица. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Да. На самом деле считать очень даже несложно, но считать надо много. И там очень много сфер, и в каждой сфере стоят свои цифры, и я понимаю, я считываю, я знаю, что значит цифра, и, соответственно, для этой сферы подходят те или иные значения. Это очень просто, но каждый раз я вместе с человеком, который приходит ко мне, удивляюсь, насколько он отзывается у людей. И спасибо, Надежда, вам, что вы честно сказали, вы скептик, что вы как бы так проверяли, прощупывали. Я обожаю таких людей, потому что я сама была когда-то скептиком. То есть я на слово не верю. То есть там мне рассказывают, там не знаю что, не-не-не, мне надо чёрным по белому. Почему мне этот метод понравился? Потому что тут цифры, конкретная информация, цифра не влёт. Ну да. И поэтому я стала, он меня заинтересовал, но я стала углубляться в этот метод, чтобы найти подвох. Мне было интересно докопаться, в чём же подвох, где же отман. Ага, вот как понятно. Да, на самом деле, ну что я хочу сказать, я уже многие годы в этом методе подвоха я до сих пор не нашла. Не нашла? Нет. Понятно. Это просто, этот метод помогает человеку посмотреть на себя с какой-то иной стороны. Но это всё про человека, у людей это отзывается, потому что мы рождены с определёнными способностями, и мы рождены с определёнными реакциями, скажем так. Кто-то более агрессивный, кто-то любит силу проявить, кто-то более гармоничный, то есть уже это в нас вложено. И вот тут вот идут наши задачки, как мы проявимся в той или иной ситуации. Если мы проявились в плюсе, как мы говорим в методе, если ты хорошо идёшь, то в плюсе, то у тебя всё складывается, и всё даётся, и всё получается. И наоборот, если же что-то не получается, значит, надо просто искать, где я, возможно, делаю ошибку. Её исправить, и всё. Иногда достаточно просто консультации, чтобы понять, и уже этого достаточно, чтобы дело пошло. Поэтому метод очень позитивный, я сама позитивная, поэтому он у меня отозвался, он сам тоже позитивный. И вот это нести добро, и показывать людям, насколько они классные, какими талантами они обладают, это для меня очень большое... Ну, я очень благодарна за это на самом деле. А для меня это кайф, если можно так сказать. Я наслаждаюсь этим, я вдохновляюсь обратной связью, и люди это считывают, это не надо быть экстрасенсом. Люди видят, нравится нам это, то, что мы делаем, или нет. Вот и весь секрет. Это понятно, это так оно и есть, действительно. Классно. Метод интересный, мне тоже, ну как, меня заинтересовало, я попробовала. И заметила много, ну как, сходства. Вот то, что я сразу как бы вижу. Спасибо тебе за советы, где ты мне подсказала, что, допустим, если так, то вот посмотрите сюда, если то плюс там вот эта проработка. Ну, просто вот здорово. И я подумала, что, может быть, ну как, и другим людям интересно это узнать, как бы настроить по короткой волне, когда мы в интернете можем в прямом эфире оплатить многих, чтобы как бы поделиться с ними, во-первых. Во-вторых, мы... Можно было оставить свою дату, да, и ты как бы делаешь такую, ну, блиц такой, как это было, консультация, да, так вот. Да. Вопрос один на какой-то запрос ответить. Потому что я понимаю, что чтобы, ну, полностью, это уже такая полноценная консультация, там нужно конкретно проработать, подготовиться. Ну, и как бы это, естественно, что это не просто так. Вот. Так, что-то ещё есть у тебя там по матрице конкретно, или ты хочешь уже перейти? Я думаю, я человек дела. Я люблю показывать и действовать, а не рассказывать. Хорошо. То есть люди посмотрят, послушают, и поймут, это интересно, отзывается, не отзывается, и тогда уже можно с чего-то начинать, скажем так. Да. Так, а я кое-что, может быть, даже запишу. Хорошо. Минуточку. Хорошо. Давайте, с чего мы начнём? С тех вопросов, которые нам задавали, или посмотрим тех, кто сейчас находится в прямом эфире? Из тех людей, кто задавал, они находятся, двое, я успела заметить, что они находятся в прямом эфире. Это, так, это была Юля. Так, я забыла, 25-я, 05-я, 76-я. Да, 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 вот это Юля, она здесь. Она у меня как раз первая лежала. Вот, ну ты посмотри, какое совпадение. Хорошо. Хорошо, Юлечка, написала, в чём моя сила, вопрос. Я сделала себе пару записей, чтобы это было более текуще. Ну да. Умная, отзывчивая, добивается поставленных целей, акцентно добивается, а её, скорее всего, недостаточно ценят, её, скорее всего, недостаточно замечают. То есть, если Юля сделала что-то, и кто-то другой, и вот заметят кого-то, хотя у него, возможно, даже хуже результат, но Юлю, вот, Юлечка, напишите, пожалуйста, так это или нет. То есть, как бы, всегда вот такая идёт борьба за первое место, потому что Юля сильная, умная, и на самом деле чего-то может. Вот постоянно, как будто её вот туда, пониже, пониже. Да. Ни цели. А знаете почему? В чём секрет? Потому что Юлечка акцентируется на внешние факторы, ум, дело, действия и так далее. А у неё сила в её таланте, в её внутренних качествах. И тут её задача — раскрыть свой талант. Не смотреть ни на кого, не быть хорошей девочкой. Вот все могут вот именно стараться, чтобы её... Да, ты молодец. А раскрыться такая, как вы есть. Юлечка, вы прекрасна. И когда вы раскроете свой талант, когда вы найдёте эту силу, все скажут, да, Юлечка, вы супер, вы на первом месте. То есть вот это испытание... Да, Юля написала, да, верно, чувствую это. Это не... Понимаете, вас Вселенная не наказывает, а она вас вдохновляет наконец-то выйти и показать себя. Вы талантливая. Мне очень интересно, знаете ли вы, в чём ваш талант. И вот там вы получите признание. Вот там вы получите аплодисменты, и вот там вы достойно будете оценены. Ну, я скажу, что Юля очень разносторонний человек. У неё много талантов. Единственное, ну, нужно определиться, в каком сейчас... О каком тут конкретно идёт речь. Я ещё вот написала. Сбросьте все сомнения и страхи. Перестаньте всем нравиться. Пытаться вот это, чтобы получить... Вам это не надо. Вы красавица. Начните с себя. Делайте то, что вам нравится. И тогда другие будут это считывать и вами восхищаться. Классно. Классно. Заблагодарю, написала Юлечка. Пожалуйста, во благо. Так, кто у нас следующее? Юля, может быть, ещё какой вопрос? Может, что-то не... Да, конечно, пишите. Если что-то хотите уточнить, спрашивайте. В 45 лет, Юля, у вас идёт такое... Такие энергии очень крутые. Называется чистый поток. То есть вам вот этот год будет очень вести. То есть вам надо просто делать то, что вам нравится. Сбрасывайте все сомнения. Вот по-детски. Что вам доставляет удовольствие? Начните это делать. И люди... Вы обернётесь, а люди стоят за вами уже толпой и скажут... Юля, мы тоже хотим, можно с тобой. Вот там у вас ваш потенциал. Вас будет очень счастливый год. Вам будет вести. Просто доверьтесь фортуне. Доверьтесь. Не включайте голову и не начинайте сопротивляться. Потому что у вас считывается вот это... Надо добиться, надо бороться. То есть если перед вами стена, Юля пойдёт бить лбом эту стену. А иногда надо... Прикли, да. А иногда просто надо сделать шаг влево или вправо, и там уже стены нет. Перестаньте бороться. А вот примите вот этот фарт, и вам всё дастся на блюдечке с голубой колёвочкой. Классно. Так. Хорошо. У меня ещё есть одна девушка, по-моему. Имени у меня нету. Тоже стоит. В чём моя сила? И вот тут было очень интересно... Скажи, пожалуйста, дату. Какая дата Артемьевна? 1-й, 11-й, 75-й год. Да. Ну, это моя сестра. Я могу тебе сказать. Она, конечно, не может присутствовать. Она сейчас на работе. Но я ей передам... Хорошо. А меня вот... Меня даже как-то рассмешило, улыбнул этот вопрос, потому что ваша сестра всю жизнь видит, смотрит через призму силы, через призму потенциал. Вот она такая тоже борьба. Вот это надо тут победить, тут вот это. То есть у неё здесь продавить, сама давление не любит, терпеть не может. А вот кому-то своё мнение пропихнуть, вот это всегда пожалуйста. То есть вот такая лёгкая борьба, скажем так. Понятно. Но это идёт не от неё, это идёт... У неё кармическая такая задача. Она воин-победитель. И у неё вот эта вот энергетика есть. Я не знаю, насколько вы считываете, как сестра, да? Но вот это вот у неё должно быть. И вот я написала, в чём моя сила, вопрос. Я так и написала, ваша сила в силе. Понятно. Ваша проблема в силе. Вы всё видите через призму силы. Или проявление силы. И теперь вот я написала. Пока вы не научитесь управлять своей силой, у вас вся жизнь будет в борьбе. То есть пока она готова бороться, продавливать и так далее, ей всегда будут встречаться люди и ситуации, где ей надо будет проявлять силу. Люди её будут выводить на агрессию. Люди её будут вот дёргать. Потому что в ней огромный потенциал. Они чувствуют энергетику. Они её цепляют, чтобы она... Она ответит. Она не трудно держаться. Она ответит. И тем самым она отслила свою энергию. А вот эти энергетические вампирчики, они вокруг неё. И они её постоянно будут цеплять, пока она не научится управлять этой силой. Потому что с неё прёт. Люди это чувствуют. Они её начинают цеплять. И наоборот. Если она научится ею управлять, она будет ставить цели. И вот всю свою силу. Не вот, знаете, козни какие-то, вот мелочи и ситуации тратить. А на достижение своей цели. Она всегда будет, у неё всё будет получаться. Легко, быстро, просто, без какой-либо борьбы. Вот так. Вот так. Иногда мы тратим энергию без зря. Когда можно получить, проще, да? Да, да. И вот эти вот ситуации, люди, они же нас и выводят даже специально. Потому что они чувствуют потенциал, они хотят напитаться. Поэтому вот те люди, у которых, на самом деле, у которых есть этот потенциал, им надо очень бережно относиться к этому. Осторожно. Не вот на этих лающих собачек. Не поздаваться. Потому что они именно это и хотят. Понятно. Ну, передам. Хорошо, передайте. А вообще, я бы вот с такой энергетикой, я бы посоветовала даже прийти ко мне на обучение. У меня вот как раз на той неделе начался курс. Я обучаю этому методу. Просто, чтобы вы понимали, что это не гадание. Это чисто наука. И этому может научиться каждый, даже если просто для себя. У меня прошёл уже на той неделе первый урок. И там, где мы разбираем вот именно себя, свой характер, свои сильные стороны, качества какие-то, негативные тоже смотрим. И уже даже на первом уроке девочки сказали, «А, теперь я поняла свою дочь. Теперь я понимаю своего мужа. Мы перестаём дёргать наших родных из-за того, что мы себе что-то напридумывали». А у них совсем другая энергетика, у них совсем другая задача. И когда мы это понимаем, многие вопросы просто автоматически решаются. Так что добро пожаловать. Кому интересно, кто хочет, даже просто для себя, приходите. Там у меня много ступеней. Если кто-то потом ещё захочет консультировать и зарабатывать деньги этому методу, пожалуйста. То есть вы можете от базного курса для себя, для своего развития, или дойти до консультанта, супер-профи, который может спокойно, как я, консультировать, помогать людям и получать за это деньги. Здесь у нас сейчас присутствует Ксения. Вот я забыла её. «Бланш Париж». У меня есть, у меня всё записано. Хорошо. «Ксения Бланш Париж». Бросается сразу в глаза, что очень умная. Любите порядок, пунктуальность. У вас всё по полочкам, всё в порядочке должно быть. Также талантливая. Обязательно надо раскрываться и делиться с другими своими знаниями, своим талантом. Не жадничайте. И вот обычно вот эти наши умники, в хорошем смысле слова, они имеют знания, но они сомневаются в себе. Или хотят вот что-то, ну как я могу уже людям что-то говорить, чему-то обучать, если я вот до самых глубин не докопалась. Вот когда я это сделаю, доучусь, вот тогда я выйду. И в итоге они учатся, всю жизнь учатся. А чем больше знаешь, тем ещё глубже, там новая ступень. То есть, понимаете? И они никогда не выйдут в люди, пока они начнут практиковать. То есть, вы можете учиться, но когда вы ещё общаетесь с людьми, взаимодействуете с людьми, вы набираетесь ещё опыта практического, и тем самым вы вместе с людьми растёте. То есть, вам очень важно не сомневаться в себе, не идеализировать. Лучше сделать не идеально, чем идеально не сделать вообще. Запишите это себе. Все, кто у нас умники и идеализаторы. Вы тем самым просто изначально ставите себе палки в колёса, и вы не сделаете, если вы будете сомневаться. Поэтому не сомневайтесь. Вы классная, вы умная, вы обладаете знаниями, вы талантливая. Выходите, рассказывайте, для этого вы и рождены. Более того, у вас энергетика императрицы. Вот вы можете быть маленькой, худенькой, но у вас вот эта сила, вы сказали, вы сделали. Люди вас будут слушать. Люди на вас даже уже наверняка сейчас смотрят снизу вверх. И это не обязательно плохо. То есть, у вас есть вот эта какая-то власть, у вас есть стержи, вы яркая. И вам вот даны все эти качества для того, чтобы вы вещали. Вы стоите, вы лидер, и вокруг вас люди, которым нужен лидер. Вот и всё. То есть, раскрываетесь. Могу подтвердить. Мы с Ксенией знакомы, ну, как по некоторым проектам в Инстаграм. Ну, прямо очень похожи. Классно. Вот я думаю, что ей это будет, ну, как помощь, что она поймёт, что ей не нужно ничего бояться и пойдёт. Да, очень много энергии, цифр талантов. Очень много. И, кстати, вот тема страхов. Вот у неё, скорее всего, в голове страхи. Причём сама себе же нарисовала. На самом деле, реальность не так страшна, как мы себе рисуем вот эти страхи. Это точно, да. Вот это надо проработать. То есть, если какие-то страхи есть, их проработать. Если хотите, приходите ко мне на консультацию, я вам намного больше расскажу. Там ещё есть что рассказать, о чём Ксения не любит говорить. И, возможно, это даже никто не знает. То есть, я думаю, что она услышит эти слова, знает, о чём речь. Но неважно. То есть, приходите, я вас научу. У вас огромный потенциал. И ваша задача выходить. Выходить, не стесняться, не закрываться ни в коем случае. Вот так. Хорошо. Кто ещё? Ещё есть у нас здесь Людмила. Там вопроса, по-моему, не было. Вот дату я забыла. Что-то с 85-м годом. Ксения написала. Ух ты! Спасибо, как интересно. Пожалуйста. Ксения яркая, это точно. Видите, я не вижу человека. Я не знаю, как он выглядит. Но я вот, вот эти цифры, они уже несут вот эти способности в человеке. Информация, да. Да, если кто-то лидер, если кто-то звезда, обладает талантами, ему, соответственно, и яркая дана внешность. Это не значит, что он будет идеально красивый. Нет. Фредди Меркури тоже был талантливый. Но и, казалось бы, с некрасивым ротом. Но когда он открывал этот рот, то никто на его зубы не обращал внимания. То есть, поэтому эти изъяны нам не даны, чтобы... Это наша индивидуальность. Это тоже классно. Это вкусно. Если бы мы все были одинаковые, это было бы неинтересно. Да, точно. Это точно. Я люблю. Так, Людмила, вижу. Тоже вам поможем. Тоже вам поможем. Хорошо. Людмила, я записала. Женственная, наверняка красивая, тоже яркая, сильная, умная. Обладаете притягательным магнетизмом. У вас очень сильная сексуальная энергия. Я не знаю, насколько это видно. Может быть, даже женщины это не замечают. Но мужчины, они это чувствуют. Но, скорее всего, это чувствуют все. Если вы научитесь управлять вашей энергетикой, вот в этой вашей притязательстве, то есть вы начинаете говорить, и все такие раз и зависли. Вот есть такие люди, да, вот хочется больше, ещё. У вас это есть. И вот с этой энергетикой вы можете продать слона. Вас его купят. Телеком. Не надо почистить. Да, да. Его и проглотят даже целиком. То есть у Людмилы есть такой, да. Чем лучше заниматься, вот тоже стоит у неё в зоне комфорта, вот эта женственность. Всё, что женские штучечки, вот эти вот. Вот это вот всё, это её. То есть она сама вот воплощение вот этой женственности в глазах других. Но есть всегда в наших хороших цифрах есть и подводные камни. Вот мне бы интересно, чтобы узнать, у Людмилы, возможно, она любит проконтролировать. Людмила, напишите для интереса, любите ли вы проконтролировать или нет? Вот как раз и чувств этому написала. Учитесь продавать слона или раскрывать свою сексуальность? Интересно, напишите. Пока Люда пишет, я скажу, что Людмила ведёт женский клуб. У неё там восточные танцы, у неё там гимнастика для лимитов. Там разные практики женские. То есть всё прям вот совпадает. А, ну и сексуальность, соответственно. Сто процентов. Ну, женственная фигура очень красивая. Класс. Людмила, всё. Вы идёте, значит, путём своего предназначения. Я вас поздравляю. То есть вы знаете свои способности, вы их раскрыли. Более того, нам же способности не просто даны, чтобы я сказала, ох, я такая сексуальная, я классная, делаю, прям вот так пошла. Нет, нет. Ей ими надо делиться с другими. Если вы это делаете, супер, здорово. Я вас поздравляю. Значит, у вас, соответственно, всё идёт и всё остальное налаживается. То есть люди, которые идут путём своего предназначения, они живут в любви, достатке, счастье, красоте и всё, что душа угодно. Им всё даётся. Класс. Учусь, продавайте, энергию свою направлять тоже учусь. Здорово, здорово. Как я рада. Я рада так всегда, когда люди вот это... Кто-то это уже чувствует интуитивно. Но для этого нужна смелость. Мы же все подсознательно знаем, что нам нравится делать. Но мы или боимся, или нам в детстве сказали, что это нереально, или это невыгодно, или ещё что-то. И мы вот просто струсили где-то. А вот эти талантливые люди, которые выходят и заявляют о себе, они смелые. Вот посмотрите, это хороший пример Ольга Бузова. Вот сколько с неё смеётся, она выходит и говорит, а вот она я такая, хи-хи-ха-ха, и миллионы зарабатывает. И идёт. Да, 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 вот она, на самом деле она смелая. Можно там судить, такая-сякая, хорошая-нехорошая, это у каждого свой вкус, но она смелая, она молодец, и она идёт своим путём. За это снимаю шляпу. У нас ещё есть девушка молоденькая задала мне вопрос. Какие профессии подходят? Третья, четвёртая, двухтысячна третий год. Сейчас здесь нет, она на учёте. Очень интересно, у неё такая матрица, которая большой акцент делает на том, что она должна развивать свою женственность. Вот это у неё мужское женское, что перевесит. Ей надо уходить с мужских энергий и в себе взращивать вот эти женские. Приходите к Людмиле на курс. Людмила, вам уже клиентку я нашла. Потому что вам, я не знаю имя этой девушки. Леони. Как её звук? Леони. Леони, красивое имя. Вот видите, у неё даже имя такое, может быть, и мужское, и женское. У неё это прочитывается очень внимательно. Вот её надо девочка-девочка. Вы девочка, если вы занимаетесь хобби, занимаетесь женскими хобби и так далее, то есть от мужского уходите. На самом деле, мы рождены девочки, рождены с мужскими энергиями, и во время своей жизни они должны вырастить в себе девочку. А мальчики рождены с женскими энергиями, и они должны со временем вырастить в себе мужчину. Вот так. А мы часто застреваем где-то там в детстве, и женщины, особенно в детстве, вот эта жизнь наша, нам легче я сама, я добьюсь, я пробью, и тем самым идёт перекос. А если произошёл перекос, то такая женщина автоматически притягивает к себе слабых мужчин, которые хотят сесть ей. А думают, «О, классная лошадка!» Я её запряжу. Садятся на голову. Да. И она пашет теперь уже за двоих. И я узнаю себя, слушай. А я не такими моментами раньше была, сейчас... Да, да, очень многие. Вот это наше советское воспитание ещё. И вот теперь мы должны вырастить в себе девочку, все бегом на курс к Людмиле. Да, 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 что устаётся делать. Людмила уже много у вас клиентов. Обязательно надо женственность развивать. Я сама, кстати, сейчас этим занимаюсь. Тоже на одном прекрасном курсе. И, понимаете, можно достигать, добиваться. Но это по-мужски. А можно по-женски. Просто привлечь к себе. Притянуть. Притянуть, да, да. Но для этого надо уметь принимать. Уже многие из нас не умеют принимать изначально. Мы любим давать, подарки. А вы умеете принимать? И уже многие скажут, ой, тяжело. Тоже надо было учиться, да? Да. Это тоже. То есть всё, мы это прошли. Людмила пишет. Татьяна, благодарю. Да, Людмила, к вам уже очередь будет на курс. Точно, точно. Так. Алёна пишет. Как приятно вас видеть, Татьяна. Алёночка, мне тоже. Алёночка, кстати, моя бывшая ученица. Поэтому, да. Если нужна консультация, если кто-то не может себе позволить свою консультацию, возможно, Алёночка сделает вам какую-то скидочку. Так что запоминайте. Приходите, обращайтесь. Кому интересно, напишите свою дату. Девушки, думают, смелости набирается? Набирайтесь. Это не страшно. Я вообще, благодаря Матрице, я научилась видеть в людях красоту. Вот, вижу дату. Да. Одиннадцатая, восьмое, семидесятый. Это ваша, Елена? Мне надо только знать, мужчина или женщина. Женщина. Так, одиннадцатая, восьмидесятый. Так, это Елена. Таролок. Ну, всё, Елена, я хотела сказать, что за волшебница. Елена, вы всё правильно делаете. Вы энергетик. Вы энергетик, вы целитель души и тела, вы обладаете талантом, вы в потоке должны работать. То есть, ваше первое предназначение, если просто... Ну, вы таролок, вы же знаете значение. Семнадцать — это звезда, раскрытие своего таланта. Десять — это фортуна. Идёте в потоке. Это все знаковые системы, с которыми вы можете работать. И девятка — целитель души и тела. То есть, что мне ещё вам рассказать? Всё делайте верно. Сейчас я посмотрю, что-нибудь интересненькое видно или нет ещё. А вообще, сколько вам... По годам посмотрю, что у вас там. Смотрите, единственное, что сейчас, что я увидела. По мужской линии у вас идёт порода у мужчин, да? Энергия вспышка выгорания. Это значит, что приходит идея, вы такие загорелись, а потом... И сдулись через день, да? То есть, вам надо вот, если идея пришла, запишите её. Даже если она сейчас какая-то нереальна, кажется ли неинтересна, там у вас крутые идеи должны быть. Поэтому идеи на миллион приходят. Не выбрасывайте свои идеи, а доводите дела до конца. Возможно, вам в потоке какая-то информация приходит. Не просто так, записывайте. Напишите. Нет смелости бросить основную работу. Точно, есть такое, пишем. Ну, так подождите. Сейчас я вам расскажу про основную работу. Елена, я живу в Германии. Я отучилась здесь профессии. Я занималась, была менеджером экспорт-импорт. То есть, очень даже успешно, хорошо. Гроссен-Таусен-Андельского права я была по образованию. То есть, всё отлично. Я получала нормальную зарплату. И когда я стала заниматься тем, чем я занималась, я математик, я чисто математически понимала, что я не могу получать, заработать матрицей столько денег, сколько я вообще свободно зарабатываю на своей нелюбивой уже к тому времени профессии, потому что я загорелась матрицей. И вот смотрите, как происходит это дело. Когда мы работаем на работе из-за денег, всегда открывается где-то бездомная бочка, куда вот эти деньги, пусть миллион вы можете заработать, они будут туда сливаться в никуда. Будут ремонты какие-то, ломаться машины, не дай бог по здоровью. То есть, всегда будет куда-то уходить. Они не будут у вас задерживаться. И наоборот, когда вы занимаетесь любимым делом, даже если это математически не так много, вас вселенная будет всегда награждать. Вам так повезёт, вам кто-то сделает шикарный подарок, вас пригласят в отпуск. То есть, вселенная всегда, вы получите намного больше. И я тогда осмелилась бросить эту работу, и я стала теперь полностью заниматься своей матрицей. Я головой понимаю, что я не получаю тех денег, но если вы меня спросите вот эти последние годы, я чувствую себя намного богаче. Вот правда, оно всё получается. Мы расплатились за дом, кстати, о вашей теме. Вы знаете, что такое в Германии дом, да? Мы в этом году купили новую машину. То есть, дела как... Понятно, у меня ещё муж работает, но всё же, но всё же. Или два человека работали, или как бы один, а другой, вот как я, занимается своим хобби. Не бойтесь, не бойтесь. Если вы будете делать это всей душой, и пойдёт энергообмен. Деньги — это энергия, они тоже к вам пойдут. Замечательно. Наталья пишет краево-видео. Рекомендую Татьяну. Спасибо, Наталья, большое. Мне очень приятно, правда, очень приятно. Тем более, я говорю, мне приятно от вас, вот от Натальи, от вас, Надежда, получать комплименты, потому что вы не из тех людей, которым просто можно что-то рассказать, и там на уши навешать. Да, да. А, да, да. То есть, я понимаю, что это было не просто так, но я с каждым так делаю, как с вами. То есть, я выкладываюсь по полным. Таня, там Юля спрашивала. Ноль четвёртая, ноль четвёртая, 1995 года. Это её дочь. Непростая девочка, непростая. И вот тоже в ней вот эта мужская энергетика есть. Воспитываете, сколько ей лет? А, двадцать шесть, уже не девочка. Но всё равно, ещё всё впереди. Молодь. Да, да. Вот воспитывать, выращивать в себе вот это женские качества, не быть мужчиной. Знаете, вот такие женщины с такими цифрами, можно сказать, я и лошадь, я и бык, я и баба, я и мужик. То есть, вот нет. Вы девочка. Вы девочка. Приходите к Людмиле на курс. Все важны в дороге сейчас. Видите, Людмила? Ну, потому что это тема. Это на самом деле тема. Это развитие женственности. Пока мы только до восьмидесяти лет, девочки, мы будем раскрывать свою женственность. И сама вот каждый раз всё дальше, дальше, глубже, глубже. Но это невероятно интересно. Да, да. Поэтому. И что ещё? Очень творческая душа. У неё связь с родом, она энергетик. Вот у неё она в потоке, эта девочка. Она пусть доверяет своей интуиции. Это опять про женственность. Пусть раскрывает женственность, доверяет интуиции, ей много будет даваться. Пусть вот не думает, что, ой, что-то это слишком легко, наверное, это какой-то обман или ещё что-то. Нет-нет, вам даётся. Вот этой девочке надо научиться вот видеть эти знаки и их принимать. И всё будет классно. Но если что, приходите ко мне на консультацию. Всё понятно. Кому нужен подробный план, как этот, навигатор, пожалуйста, к Татьяне. Да, написала точно девочке, непростая она. Непростая, но смотрите, ей очень много дано, у неё большой потенциал. А как оно? Если много дано, то и спрос большой. Ну да. То есть, если мы в первом классе сдаём какой-то экзамен, то это экзамен по первому классу. Если мы институт заканчиваем, то там уже спрашивают другое. То есть, у неё очень мощная энергетика. И вот надо, опять же, научиться нею управлять себе и другим во благах. А если мы не знаем, мы начинаем вот это... Нас цепляют. Мы то там, то это. Вот просто начинается вот это распыление. Теряем энергию зазря. Пока найдёшь. Сам ты, может быть, найдёшь, но долгий путь, скажем, да, когда можно короче. Да. Если по навигатору идёшь, вот точно. Да. И проще, и проще, и легче. Спасибо огромное. Пожалуйста. Поэтому, да, друзья, вы понимаете, вот этот близконсультация, я вам сказала пару слов. Настоящая консультация длится полтора часа. Да, да, да. Вот прежде записано шесть страниц. То есть, и это всё будет только про вас. Про вас, про все сферы жизни, отвечая на все вопросы, помогая им разобраться. То есть, я не говорю вот так, так и так. Я помогаю человеку разобраться в себе. Я показываю какие-то варианты, показываю потенциал, на что надо обратить внимание, от чего надо, возможно, избавляться или трансформировать. И таким образом человек, вот только осознавая это, он уже очень многое может поменять к лучшему. Классно. Я думаю, что, если есть ещё вопросы, девчонки, пишите. Но я думаю, что сегодня получили все классную консультацию. И я вижу, что тут как они довольны. И многих я знаю, вижу тоже, что прям совпадает. Ну, классно. Если хотите подробностей, то, пожалуйста, к Тане на консультацию. Я могу подтвердить, что это работает, это вот прямо вот классно. Мы прошлись там по всем сферам жизни. Я говорю, я записала. Ну, теперь нужно, конечно, записать это одно, нужно по этому же плану поработать, да? Зато есть план, есть как бы, я знаю уже, где мне какие слабые места нужно подтянуть. Это здорово. Это же интересно, на самом деле. Проверить, а что я тут ещё могу, а где-то ещё... А вот тут, ну хорошо, вот попробую. И вы удивитесь, что когда мы вот начинаем пробовать, начинаем действовать. Всегда самый трудный шаг – это первый. Вот именно. А когда мы уже сделали этот шаг, вы удивитесь, что возможно в этом мире. Возможно всё. Ограничения только у нас в голове. Вот, вот. И это в любой сфере. Наталья в сфере видео подтвердит, да? Что страх выйти на камеру. Это сидит в голове у девушек. Да, да, да. И вы, Надежда, прекрасный специалист своего дела. И вы тоже знаете всё это про тему ограничений. Поэтому сбрасываем ограничения. Мы сами так росли или выросли. Понятно, что на нас многое влияло. Вот мне нравится, что настало такое время, когда мы сейчас об этом всё узнаём. И у нас есть инструменты, чтобы это проработать. Пусть там кому-то больше времени, ещё кому-то поменьше. Но главное, что мы можем сейчас как бы посвятить себя этому. И достичь каких-то других результатов, чем бы мы там, ну, так бы и копались со своими страхами. Туда-сюда боролись. Вот это, как бы, да. Это здорово. Да, иногда нужен просто человек. Вот, допустим, как я. Я тоже прошла всё это. И до сих пор иду. И я ещё тоже далеко не готова. То есть, понимаете? Но я прошла уже какой-то определённый путь. И я могу сказать, друзья, я там была. И я знаю уже, тропинку я протоптала. Хотите, пойдёмте со мной. Можете? Можно, конечно, там лесом ещё долго. Да, да, да. А можно сказать, хорошо, пойдём. И я вас просто чуть-чуть быстрее проведу. Вот и всё. А там дальше мы идём вместе. Потом, может быть, где-то дороги разойдутся. Но это классно, это весело, это интересно. И, допустим, у меня на обучении собираются определённые люди. Это собирается определённое поле. И вот это взаимодействие кто-то выше, кто-то ниже. И оно сравнивается. То есть, вот эти вот, кто может быть где-то энергетически ниже, они подтягиваются автоматически. Автоматически. Это невероятно. У меня сейчас очень сильная группа такая. Самая сильная. И, наверное, потому что и я выросла. То, что растут с каждой группой. Я понимаю, что эту группу я просто поговорила. Думаю, вау. Поэтому, если хотите, присоединяйтесь. Группа очень сильная. Будет, знания будут, эффект будет очень сильный. Окей, подумаем. Подумайте. Время ещё есть. Это интересно. Даже если базисный курс, даже для себя. Да, для себя. Это классно. Просто вы уже понимаете, причём с человеком иметь дело. Вы уже просто понимаете, с кем вы имеете дело. Вот так же, как и я. Я просто ваши даты получила. Я уже знаю, где могут быть сильные стороны. Очень прекрасно можно, у меня ещё по матрице, можно рассчитать совместимость пари. И это же не только любовная пара. Ну да. Это могут быть шеф и рабочий. Это могут быть партнёры, бизнес-партнёры. Да, да. То есть это очень важно. И уже когда рассчитали, вы понимаете, стоит ли с этим человеком связываться или нет. На каком уровне. Раскрыл он свой потенциал или он ещё где-то там, в начальном пути, пусть ещё дорастёт. Мне вот это обязательно нужно знать заранее, потому что я всегда куда-нибудь. Понятно. А есть такие матрицы, которые изначально, есть определённые сочетания цифр, которые вот просто уже у меня чёрным по белому написано, что это очень ответственные люди. На них можно положиться. Вот они кровь из носа, но вот они сказались. По-моему, Наталья Краева такая была. Наталья, подтвердите, по-моему, вы такая была. Что вот если она сказала, она сделала. И даже уже если это в итоге ей невыгодно будет, но если она слово дала, она обязательно доведёт его до конца. По-моему, Наталья, кстати, у вас так и было. Если я не ошибаюсь, уже где-то полгода прошло, но у меня какие-то вот остаются от людей, ассоциация какая-то определённая остаётся. Понятно. Поэтому это очень важно, да. Я думаю, что многие тут подумают об этом или задумаются об этом. Я тоже подумаю ещё на эту тему. Что задумывается? Большое спасибо. Спасибо, Татьяна. Было очень полезно. Было очень интересно. Своей сестре и своей племяннице я передам тоже, чтобы они посмотрели прямой эфир. Я его сейчас храню. Вот. Ну и другие девушки. Я думаю, так, кому женственность, те к Людмиле, кому нужно направление, те к Татьяне. А кому дома, ну ко мне, пожалуйста. А видео к Наталье Краева. Да, да, видео к Наталье. Мы всех развели. Второго у нас есть. То есть кого только у нас тут нет, у всех специалистов. Всё. А дня, девчонки. Большое спасибо. Вот это и есть благоприятное взаимодействие. Ты мне, я тебе. Каждый то, что лучше всего может. Да. Все правильно. Спасибо большое. Раскрывайтесь, наслаждайтесь жизнью. Спасибо большое. Хорошего дня всем. Вам тоже. Наш эфир закончился. Ещё раз. Это была Татьяна Дивия. Я помещу, даже он был в Банунте, по-моему, был её адрес в Инстаграм. Подписывайтесь на Татьяну, следите. У кого есть дальнейшие вопросы, обращайтесь. Я лично очень довольна, консультация осталась, поэтому могу только порекомендовать. Всё, девушки. Хорошего дня. Пока.